ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как много приезжих. Конечно. Это же курорт. Люди приезжают сюда отдыхать. Всем привет, это Орел и Решка. И мы прилетели на Мальфиданское побережье. И в этот раз мы будем изучать не просто город, а целое побережье. Это яркие пляжи, десятки городов, деревни и даже несколько островов. Алина, а ты любишь Италию? Ну, конечно же, да. Скажи, а что именно ты любишь в Италии? Ммм, мороженое, этот сладковатый воздух, пицца. И как они общаются, это экспрессия в разговоре. Прям ух. Ну, слушай, я посчитал и все это спокойно помещается в 100 баксов. Поэтому я думаю, что зачем бросать монетку, если все могут остаться довольными и так. А я все-таки предлагаю подбросить. Давай, Куль, давай, давай. Орел. Решка. Ну что ж, я уложусь даже не в 100, а прям вот, прям как нато, как следует. Коль, ты же сам говорил, что неважно, 100 долларов или золотая карта, мы работаем на одно доброе дело. Алина, эти слова отлично подходили для финала. Для старта они никудышные. Все, пока. Ах, пошла. Италия – настоящая морячка. Куда ни глянь, со всех сторон ее окружили морские воды. Но на этот уикенд мы выбрали Тиренское море. Ведь именно там находится живописное Амальфитанское побережье и его три крохотных города. А это значит, нас ждет в три раза больше приключений. Итальянского колорита. И настоящего морского отдыха. Чтобы увидеть все Амальфитанское побережье, удобнее всего арендовать машину. Но в пункте проката принимают только кредитные карточки. Поэтому у меня есть план. Золотая карта в Италии – это, конечно, удача. Не знаешь, с чего начать. Можно поехать сразу к морю. Можно все-таки съесть какую-то вкусняшечку. Алинка, подожди, пожалуйста. Можно поехать на пляж. Алинка, подожди, пожалуйста. Мне неловко тебя об этом просить. Можно я возьму тебе золотую карточку? На пять минут мне надо попрощаться с тобой. Это ритуал. Мы с ней были так долго вместе, столько всего пережи. Пожалуйста, я очень сентиментален. Окей, у тебя пять минут. Спасибо. Я отойду, хорошо? Это какой-то прикол или что? Никакого прикола. Я просто не хочу, чтобы кто-то видел моих слез. Можно я отойду в сторону? Хорошо. Повращайся вернусь. Спасибо большое. Коля, Серга. Меня даже это не удивляет. Что поделать? Такие правила аренды. Наличные не принимают. Только карточку. Да еще и блокируют на ней залом 200 евро. Но возвращают, тогда вернешь машину. Так что золотая карта не пострадает. Это как? Давай, пиши мне пока. Спасибо, Алина. Спасибо, что ты меня поняла. Так ценно, я тебя люблю. Спасибо, Алина. Даже подумать не могла, что он такой чувственный. Ну вот и мой автомобиль. Это лучшее, что производил автоконцерн Мерседес-Бенц. Стиль, элегантность, легкость. Легендарный смарт. Да кто не знает эту скромнягу в семье Мерседес. Размером всего два с половиной на полтора метра. Вмещает двух человек. Но главное – умеренный аппетит и на бензин. Всего 5 литров на 100 километров. Подойдет любому бюджетному туристу. Особенно тому, у кого в планах объехать все амфитанское побережье. Сегодня я буду рассекать на мощной, быстрой, шикарной яхте. Потому что собираюсь исследовать побережье с воды, осталось только выбрать свою красотку. Это сильно маленькая. Вдовия. Вдовия, название не очень. Это мне тоже не нравится. Все белые. Может быть, есть какой-то другой цвет? Вот это моя. Яхта Sunseeker Predator. Стоимостью полмиллиона долларов. Это безупречный стиль. Абсолютный комфорт. Надежное британское качество. Арендуя эту крошку, вдобавок вы получаете очаровательный итальянский экипаж. Ну что, пора посмотреть, что это за побережье. Амальфитанское побережье – это 50 километров живописнейшей дороги, которая ниточкой тянется вдоль высоких скал. Она соединяет десятки городов, пляжей и укромных пункт. Каждый ее изгиб будто сошел с картин талантливого художника. Неудивительно, что Амальфитанское побережье – самое фотографируемое место в Европе. И самые лучшие кадры получаются именно со стороны моря. Неописуемая красота. Амальфитанское побережье и знакомство с побережьем мы решили с его негласной столицей – Амальфи. Именно в честь этого города и названо все побережье. В четвертом веке его основали римляне и превратили в целую морскую республику. Один из крупнейших торговых городов Италии. Чаще всего сюда приплывали арабские торговцы. Они и построили часть города, как у себя дома – тесно друг на друге. Посмотрите, сберега этого всего просто не увидеть. Прямо на скале рассыпался город. Домики будто помырастали, как маленькие белые цветы. Но гуляя внутри Амальфи, можно хорошенько рассмотреть его детали. Вот старинный питьевой фонтан. Это фонтан, который называется Дека Пачучи, что переводится как голова осла. Почему он так называется? Потому что когда-то отсюда пили ослы. Они возвращались с работ, пили и отдыхали. Потом однажды одна богатая местная семья захотела к Рождеству украсить фонтаны. Заказали вот такую вот призепию. Заказали, видите, какая красота. Призепию – это сцены рождения на свет Иисуса Христа в ясли. Только в этом изображении божьего младенца нет. А почему? А потому что есть одна очень интересная история. Раз в год на Рождество здесь в яслих появляется маленький Иисус. Никто не знает, кто его кладет, никто не знает, откуда он берется. А после Рождества, собственно, младенец исчезает. Вот такая вот история. Ну сейчас, например, ясли пустые, младенца нет. Ну как бы и не Рождество на дворе. Слева от фонтана находится суппортика Руа – это самый длинный проход в Амальфе. Дело в том, что город построен на скале. И чтобы быстрее по нему перемещаться, местные высекли между домами вот такие узкие проходы. Здесь так прохладно. Но самая главная достопримечательность города – кафедральный собор Андрея Первозванного. Андрей Первозванный считается покровителем города и внутри даже лежат его мощи. Ребят, надо отойти. Меня только что выгнали. С лестницы говорят, что вы должны встать в стороне. Ага, всех выгоняют, смотри, смотри, смотри. Всех выгоняют, всех, кто сидит. Оказалось, сегодня провожают в последний путь самого известного жителя города – Андреа де Крещенцо. Он не был мэром или депутатом, но при жизни успел стать настоящим символом города. Он опекал бедных, устраивал благотворительные акции и фестивали. Слушайте, это первый похорон, на которых я мало того, что слышу аплодисменты, на которых мне захотелось поаплодировать самому. И попрощаться с ним пришел практически весь город. И теперь в соборе будут лежать мощи двух покровителей Амальфи – Андреа Первозванного и Андреа де Крещенцо. Италия – страна высоких семейных ценностей и крепкой национальной сплоченности. Вообще вход в собор стоит 3,5 евро. Но только что вместе со всеми я попал абсолютно бесплатно. Но грустно. Следующая остановка нашего амальфитанского приключения – город Позитано. По легенде, его основал бог Посейдон – знак любви к прекрасной нимфе Позитее. Для этого он выбрал небольшой скалистый уголок на берегу Теренского моря. Весь его склон усыпан разноцветными виллами, которые еще в первом веке начали строить богатые римляне. Ну а сейчас сюда приезжают отдыхать современные богачи. Такой красивый вид, мне кажется, что я тут уже была, потому что этих фотографий так много в соцсетях и на открытках. А сейчас я просто могу смотреть на них вживую, понимаете? Невероятно красиво, мое сердце прям вибрирует от удовольствия. Позитано городок очень маленький. Но он самый популярный на амальфитанском побережье. Поэтому ежедневно к нему устремляется поток туристов. Я даже не представляю, какая длина у этой пробки. Потому что, судя по всему, до города еще километров 10. А пробка такая плотная-плотная. Более того, центр города закрыт для машин. Поэтому при въезде в Позитано все парковки и обочины плотно забиты. Но не зря же я взял смарт. С этой машиной местечко найдется всегда. Четко под меня. Смотрите, как изготовили. Под мои габариты. Какое счастье. Белиссимо. Ну правда от города далеко, но ничего. 5 километров для счастливого, вдохновленного парковкой человека – это ничто. Опа! Отдыхая на яхте, богатый турист не парится ни о пробках, ни о парковках. Он может позволить себе любую прихоть. Обладатель золотой карты может заказать прямо себе на яхту коктейльную вечеринку. Но для начала нужно заказать бармена. Но у меня есть такая опция. Для богатых туристов здесь работает специальное водное такси, которое может доставить тебе с берега что угодно и кого угодно. Каких-то 5 минут и профессиональный бармен на месте. Бармен приготовил для меня коктейль Кампари. Такой сладкий, фруктовый вкус, а запах такой цветочный. Каких-то 5 минут и лед для моего коктейля на месте. Круто, конечно, но доставка льда обошлась мне 150 евро. Вот знаете, чего хочется еще? Оливочек. Зелененьких холодненьких оливочек. Каких-то 5 минут. Ну, в общем, вы поняли. Спасибо. Доставка оливок. Попав наконец в город, убеждаешься, что туристов здесь полным-полном. Официально в Позитано проживают около 4 тысяч жителей. Но ежегодно сюда приезжают около 400 тысяч туристов. Поэтому на каждом углу здесь сувенирные лавки и кафешки. Кстати, почему бы и мне не освежиться коктейльчиком? Ведь Позитано издавна славится их разнообразием и необычайными вкусами. И многие туристы приезжают сюда, чтобы их отведать. И так, коктейли. Десять, десять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Дороговато. Это дороговато. Ну, поищу еще. Так, вот приличный бар. Менюшка. 14 евро. 15 евро. 16 евро. Этот коктейль не для меня. Этот бар не для меня. Я пойду куда-то еще. Короче, я понял, что в этом городе мне ничего не светит купить, кроме… Что значит кроме? Мне ничего не светит купить. Поэтому воспользуюсь вот этим узеньким кусочком бесплатного пляжа. Городской пляж – единственный бесплатный в Позитано. Поэтому здесь плотность отдыхающих зашкаливает. Но и это еще не все. Короче, ситуация следующая. Пляж-то бесплатный, а вот кабинок для переодевания нет. В кафешках не пускают, потому что вход только для гостей ресторана. А шорты надо как-то переодеть. А вон девочки переодеваются, смотрите, как креативно. Ну что, обратимся к вечному ресурсу человеческой отзывчивости и доброте. Идемте. Excuse me, girls, can we use this to change wear your towel? Yeah? Thank you very much. One moment I need. First I need to take off my pants. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Вот теперь можно дальше инспектировать пляж. Кстати, он песчаный, с мелкой галькой, его вода чистая, средней прозрачности и очень теплая. Но сам пляж настолько компактный, что ты в буквальном смысле купаешься в отгороженном лягушатике. В общем, удовольствие на любителя. И оценка городскому пляжу в Позитано – два с плюсом. Отправляемся дальше по Мальфитанскому побережью. И следующий город – Соренто. Небольшой старинный городок, который поместился на обрыве 50-метровых скал в Неаполитанском заливе. По легенде, именно в этих водах обитали сирены – обольстительные русалки с неземным голосом. Своим пением они зазывали проплывающих мимо моряков к себе в царство. Говорят, с тех пор эти места магнитом притягивают путешественников со всего мира. Я, честно, даже уезжать не хочу. Вид сказочный. Я бы мог здесь стоять часами. Но уединиться в этих местах не удастся, потому что к вам постоянно будут приставать с просьбой сфотографировать. Сфотографируй, ребят. Пожалуйста. Профессиональная фотосессия от ведущего Орла и решки. Обращайтесь недорого. Бай-бай, бай-бай. Испокон веков в Соренто приезжали отдыхать европейские аристократы и творческая элита. Ведь здесь для богачей идеальные условия жилья. На побережье очень много шикарных отелей и практически все из них красуются своими пятью звездочками. Но мой отель немножечко покруче, потому что у него пять звезд «Л». «Л» означает «люкс». Сейчас проверим, что в нем такого особенного. Услышали, тут жил сам Дон Карузо? Да, я хочу. Когда-то в этом отеле останавливались Вагнер, Паваротти, Софи Лорен. Но номер легендарного тенора Энрике Карузо считается самым лучшим в отеле. Ух ты. Сейчас мне нужна минутка. Мне нужна минутка. Мне кажется, впервые я с золотой картой в таком прям ощутимо дорогом номере. Ну во-первых, тут прям чувствуется роскошь во всех деталях. Во-вторых, это не обычный номер, потому что этот номер фактически летняя резиденция семьи Карузо. Они здесь останавливались практически каждое лето. Красиво. Но еще этот номер примечателен тем, что здесь практически все детали интерьера являются антикуриатом. Мраморный столик 18 века с позолоченной лепниной. Оригинальные фортепиано самого Карузо. Винтажные гобелены ручной работы. Ну и самое ценное в этом номере – терраса. Теперь я понимаю, почему это был любимый номер Карузо. Вдохновляющий вид на Неаполитанский залив и вулкан Везувий. Хочется вдохнуть сюда это все. Соренто – город не из дешевых. Но даже бюджетный турист может познакомиться с ним поближе. Гуляя по городу, обращаешь внимание на одну интересную особенность. Тут везде растут лимоны. Оказывается, все Амальфитанское побережье засажено этими цитрусами. А в Соренто-Лимон еще и символ города. Еще одна бесплатная достопримечательность Соренто. Красивейшая дорога к Порту. Это улица Майо. Она проходит по дну глубокого ущелья, которое образовалось в результате сильного землетрясения. Ух ты! Ну красиво! Самое интересное из бесплатных развлечений в Соренто – это вот эта старая разрушенная мельница. Когда-то в этих скалах кипела жизнь и мельница кормила всю округу. Но со временем город стал больше, современнее. Поэтому ненужную мельницу забросили, а вход к ней запретили. Но, говорят, каждый вечер в ее окнах появляется свет и слышатся голоса. Местные полагают, что так старая мельница напоминает о себе и своей былой значимости. Золотой картой в Соренто богач не будет искать достопримечательности. Вместо этого он может отдохнуть в бассейне и расслабиться на спа-процедурах. Да, Соренто – идеальный город, идеальный для богачей. Поэтому я вернулся в Амальфе в надежде здесь поселиться и хорошенько поужинать. Ммм, как вкусно пахнет. Так, хочется зайти и попробовать что-нибудь. Обязательно зайду сюда. И сюда. И сюда. И вот сюда. Я выбрал заведение, где готовят уникальную амальфитанскую пиццу. В нее, кроме теста, томатов и сыра моцарелла, добавляют дольки лимона. Ну, где еще, как не на лимонной родине, такое попробуешь? На амальфитанском побережье из лимона делают все – сладости, алкоголь, духи, мыло и даже пиццу. Ммм, отличное пицца. Интересно, а чем собирается ужинать Алина? Сегодня у меня лимонный ужин с некислыми ценами. Паста. Мне принесли пасту с анчоусами и лимонным соусом. Смотрите, так вкусно. Вот я никогда бы не могла подумать, что паста с лимоном – это так вкусно. Обычно лимон, он даже где-то портит блюдо, горчит. Здесь прям такое пикантное послевкусие. Это обязательно стоит попробовать. Просто обязательно. Сейчас будет самое интересное – десерт. Нежнейший миндальный бисквит с кремом из маскарпоне и лимонным сорбетом. Все. Это вот крайняя точка. Вот после этого десерта я точно хочу здесь жить. Ну это очень вкусно. Он такой легкий-легкий. Такое приятное сочетание сладкого бисквита и кислого сорбета лимонного. Идеально. Это просто идеально. Так, мне нужно на этом останавливаться, потому что быть беде. Я тут просужу всю ночь и попробую все. Поэтому просим счет. Пора, наконец, определиться с ночлегом. Надеюсь, здесь мне удастся найти жилье на свой бюджетный карман. Ни одного свободного места. Но я об этом ни капли не жалею, потому что все равно места начинаются от 60 евро. Ну что это такое? 80 евро за раскладушку. Да она в Икее стоит дешевле. Раза в два. Вы знаете, на самом деле у меня с собой есть спальник в рюкзаке. Так, я его беру с собой на всякий, на очень крайний случай. Вы знаете, как иконка на торпеде в автомобиле. Вы думаете, зачем она? Зачем она? А потом опа и думаешь, сработало. Сработает. По-моему, отличное место. Так. Кстати, спать на камнях полезно для позвоночника. Ну, может быть и не полезно. У меня все равно выбора нет. Если уж я живу в номере знаменитого тенора, то перед сном самое то послушать оперу. Ой, девочки, кажется, меня понесло с золотой карты. Я заказала себе песню. Ну как песню. Я заказала себе тенора. Прям на террасу. Я в шоке, что это мой официант. Я ждала тенора. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Браво! 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 У меня прям все задрожало. Браво! Браво, маистра Левчинца! Браво! Ну, если честно, это немного неловко, когда просто для тебя одной поют. Как-то я не знаю, как себя вести. Есть, пить, выпрямить спину, может быть. Ну, это интересный опыт. Спасибо, Решке! Ну, что, доброе утро! Да. Хотя не так. Доброе итальянское утро. Конечно, спать на камнях удовольствие не из самых больших. Все тело затекает. Но просыпаться возле моря – это кайф. Доброе утро! Уху! Амальфитанское побережье – это не только скалистый берег с россыпью домиков, а еще очень живописные острова. Правда, которые увидеть может только богач. Ведь для этого нужно арендовать вертолет, чтобы хорошенько все рассмотреть с высоты. Ну что, полетели? Для меня это каждый раз волнительно. Всего 20 минут полета и можно увидеть острова Легали. По легенде, здесь обитали три русалки, которые топили корабли моряков. За это Нептун наказал их и превратил в скалистые острова. Кстати, самый большой из них и похож на русалку. Ну, как по мне, это вылитый дельфинчик. Вот, смотрите, мордочка, хвостик. Маленький дельфин. Недалеко от Легали находится еще один остров – Капри. По легенде, одна девушка влюбилась в богатого парня. Но их семьи были против неравной любви. Отчаявшись, она прыгнула в воду и превратилась в прекрасный остров Капри. А парень, не смирившись с потерей, в гневный вулкан Везувий. Еще 20 минут над Тиранским морем и мы подлетели к следующему острову. Это остров Иския. Говорят, богачам тут есть чем заняться. Так что познакомлюсь с островом поближе. Весь второй день я решил посвятить окрестностям Амальфи и пройтись по местам, которые мало известны туристам. Одно из таких – пляж Фурорре. Он находится между городами Амальфи и Позитана в одноименном поселке. Итак, сейчас я сделаю анализ пляжа Фьорда Ди Фурорре. И мы узнаем, стоит ли сюда приезжать вам или нет. Итак, вода. Вода теплая, что, конечно, является большим плюсом. Но прозрачная ли она? Скорее нет, она не прозрачная. В принципе, как и мои романтические намеки в юности. Контингент отдыхающих. В основном это местные, потому что мало кто из приезжих знает об этом прекрасном месте. Много красивых людей. Плотность отдыхающих на пляже. Плотность высокая. Людей немного. Просто здесь так мало места, что 30 человек – уже толпа. Песок. Как вы видите, песка здесь нет. Пляж каменистый. Причем камни покрывают не всю поверхность. Торчат куски земли, поэтому это не очень удобно. Но главная особенность пляжа в том, что он находится внизу скалистого ущелья с потрясающим видом на Тиренское море сквозь арочный мост. Ну что ж, подытожим. Пляж я ставлю за техническую его часть в тройку, потому что неудобно, некомфортно здесь отдыхать целый день. А вот творческое задание – я пятерку, потому что посмотрите на этот мост, посмотрите на эти скалы по сторонам. Это красота. Ну и в среднем пляж Фроры заработал четверочку. Богачи приезжают на остров Иския, чтобы оздоровиться. Но у меня программа максимум – успеть все с золотой картой. Я отправилась в термальные источники сады Посейдона. По легенде, под этим островом бог Юпитер замуровал гиганта Тефея. С тех пор он не спит и своим дыханием подогревает весь остров. В том числе подземные воды, отчего они и становятся лечебными. Все туристы тут оздоравливаются в термальных источниках. Понимаю их. Это намного приятнее антибиотиков. А пользы даже больше. В термальной воде десятки полезных для организма элементов. Это универсальное лекарство от многих болезней. Поэтому люди приезжают сюда лечить ревматизм, избавиться от стресса и даже замедлить старение. И как вы успели заметить, здесь есть дресс-код. Санитарные нормы. Правильно. Это чтобы волосы не засоряли бассейн, да и бактерии лишние не разводились. Ну что, пора оздоровиться и мне. Ой, смотри. Этот бассейн для афродит, которым за 32. Мне еще можно погулять пять лет. Подожди, четыре. Четыре года и сюда. А вот, например, оздоровительные вип-места для посейдонов за 50. В общем, оказалось, термы все-таки популярны среди туристов постарше. Такая себе здравница для богатых пенсионеров. Шутки шутками, а недаром здесь только бегут, омолаживаются и оздоровляются люди. Потому что в термальных источниках очень много полезных свойств для организма. Еще одно нетуристическое место находится на окраине Амальфи. Но здесь все, город заканчивается. И это прекрасно, потому что туристов слишком много. Город маленький, туристов очень много и все скучковались. Здесь прям дышится легко. А все потому, что рядом расположен национальный заповедник – Вала-де-ла-Ферьера. Говорят, там находится один из самых красивых водопадов побережья. Но чтобы к нему попасть, нужно преодолеть нехилый подъем вверх. Утешай себя только тем, что это кардио. Ну вот, полчаса в пути и я на месте. Водопад? Это и есть водопад? Мне кажется, водопад – это громко сказано. Это водопад. Водопад! Водопад! Когда-то здесь бушевала горная река Каннетто. Ее воды спускались в долину сквозь туннель бумажной фабрики. Но со временем от реки остался скромный ручей. Создаётся впечатление, что у меня в душе вода с большей высоты падает. Ну и струя посильнее. Но это только на холодное. Горячая тоже такая слабенькая. Да и бумажная фабрика закрылась, оставив за собой лишь руины. Я просто пытаюсь переварить, что произошло и пытаюсь понять, что я здесь делаю. Потому что на открытку Амальфии и Амальфийского побережья это вообще никак не тянет. Кроме термальных источников на острове Иския, очень популярны свежевыжатые соки, которые делаются наполовину из лимона и апельсина. Это же идеальный фреш! Просто идеальный! Он в меру сладкий, с кислинкой, 50 на 50 апельсина и лимона. И прям идеальный фреш. Я, наверное, вкуснее в жизни не пила, честно. А приобрести такой фреш можно в киоске у вот такого колоритного итальянца по имени Энзо. Да, это очень вкусно. Так, вот это поворот. А, окей. 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 Оказалось, Энзо настоящая местная звезда. Ведь во время отдыха на Иске именно к нему за фрешем приходят знаменитости. Селена Гомес делает фреш. Посмотри, посмотри. Если вы приедете, можете еще кого-то встретить, не знаю, президента какого-нибудь. Такое место просто. Знаете, сколько лимонов надавишь, столько лимонов и заработаешь. Ежедневно у киоска выстраивается толпа туристов. Но чтобы лишний раз не выстаивать очередь, можно заказать сразу порцию побольше. Простите, спецзаказ. Бутылочка моя. Под конец второго дня я пришел на еще одну малоизвестную достопримечательность Амальфер. Смотровая площадка на территории старинного кладбища. Отсюда весь город как на ладони. Амальфитанское побережье сказочно красивое. И сказочно дорогое. Но из того, что я могу себе позволить, это море, это виды. Короче, можно сказать, что все побережье это огромный такой стол для пиршества. У которого просто ножки подламываются от количества блюд на столе. А я вот бегаю здесь между этими ножками и ловлю крошки со стола. Но даже эти крошки очень вкусные. Нидо ла лимпида. Запомните это красивое итальянское название. Ведь именно оно приблизит вас к заветному кладу орла и решки. Отправляйтесь на полуостров Соренто. В городок Кастелло Маре Ди Стабиа. На улице Актон в скале напротив местной кафешки и спрятаны 100 долларов. Для ваших итальянских приключений. Амальфитанское побережье – фотогеничное, как итальянская знаменитость. Оно привлекает своей неповторимой фактурой. Браво! Браво! Изящными линиями, четко под меня, смотрите, как изготовили. И выразительным характером. А главное, с какого ракурса не смотри. Понимай, что перед тобой сказочно красивое место. Я точно хочу здесь жить. Здесь прям дышится легко. Ух ты. Я бы мог здесь стоять часами. Точно, Селена Гомес делает фреш. А я вот бегаю здесь. Даже подумать не могла, что он такой чувственный. Ну что ж, подытожим. Хочется вдохнуть в себя это все. А почему? А потому… Просто идеальный. Белиссимо. Ой, девочки. Ну что это такое? Поле Серга. Обращайтесь недорого. А у нас есть оливки? Уху! Уху! Ух ты. Ну красиво. Мое сердце прям вибрирует от удовольствия. Вид сказочный. О! Чао, Никола. С вертолетной площадки идешь или как? Да. Угадал. Привет. Привет, привет. Ну давай, хвастайся. Потому что мне реально нечем хвастаться. Знаешь, Амальфитанское побережье исполняло любую мою прихоть. Я летала на вертолете, у меня была своя яхта, рестораны, эти все пейзажи. Ну просто сказка какая-то. Алина, скажи, а ты успела на балу познакомиться с принцем? Что? Нет. Какая-то непродуманная золушка. Почему? Ну потому что буквально через несколько минут твоя золотая карта превратится в обратный билет домой. И единственная прихоть, у которой тебе будет доступна, это пользоваться телефоном в авиарежиме. Ребят, пока. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Оль, может быть в следующий раз я подкину монетку и снова будет золотая карта. Слушай, ты так как бы сейчас подыскиваешь ходы, как будто бы тебе очень не повезло, ты гадалась по смарте по побережью и выколупывала остатки креветок из песка.